Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это последний выпуск карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну а также мы продолжаем наш марафон видеороликов. Как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выкладываю следующий, так что дерзайте. Сегодня у нас интересные матчи, сегодня у нас два финала, один Кубка России. Кстати, если я не ошибаюсь, то мы всего лишь один раз его выиграли. Да, в первом же своем только сезоне. Вот в прошлом сезоне вылетели от Локомотива в полуфинале, во втором сезоне я правда не помню. Но все-таки во втором сезоне мы и дошли до финала Лиги Чемпионов, там другие были приоритеты. Поэтому посмотрим. Сейчас у нас еще и матч первой строчки против второй, ну а потом там с Химками еще. Ну и финал Лиги Чемпионов Зенит против Тоттенхэма. Естественно, против ЦСКА и Химок я выйду абсолютно вторыми составами, вот, потому что дам шанс второму составу. Почему бы и нет, как я это делал уже и в прошлом видеоролике. Вот, даже Дрюси выпущу с ужасной формой такой, вот. Но просто надо, надо давать время второму составу, тем более уже в этом турнире мы стали чемпионами, пусть играет второй состав. Зенит ЦСКА, поехали. Итак, Газпромарена. Зенит принимает ЦСКА, первая строчка против второй. ЦСКА борется только уже за серебряные медали. Есть там, я не понимаю, не посмотрел, есть ли шанс еще у Спартака занять вторую строчку. Ну, вот ЦСКА их обыграли в дерби всей Руси, благодаря этому мы стали чемпионами, там практически то, что Спартак потерял очки. Но вот Паласиос на четвертой минуте быстро нас вводит вперед. Замечательная игра нашего аргентинского полузащитника и уже счет 1-0. И отлично. А Семьен делает счет 2-0, 14-ая минута. Ну, вот, похоже, вот эти вот быстрые голы у нас с предыдущего выпуска остались, когда Монако и Зенит за 13 минут забили три мяча. Дрюси забивает третий разгромный уже мяч. К перерыву ведем 3-0, 42-ая минута. Замечательно. И все, финальный свисток разгромили ЦСКА дома. Паласиос, Асимьен и Дрюси поучаствовали в голах. Все голы забили в первом тайме, во втором просе, мне кажется, уже докатывали. Ну, и вот, один всего лишь удар в створ от ЦСКА. Лучшим стал Асимьен. Ну, и после 29-го тура, все так же, кстати, шансы сохраняются у Спартака стать серебряным призером. Если ЦСКА проиграет, либо сыграет в ничью в следующем туре, то Спартаку нужно будет обязательно побеждать в любом случае, чтобы занимать вторую строчку. Ну, а так, пока что мы лидируем в 14 очков над вторым местом. Ну, что же, друзья, сейчас у нас финал Кубка России. Играем против Краснодара. Последний раз мы с ним сыграли с счетом 2-2. Мерит, к сожалению, не сыграет, как мы видим, в этом матче. И не сыграет Малком, будет Гринвуд. Вот, ну, вот таким составом. Я надеюсь, у нас все получится. Играем на нейтральном стадионе. Финал Кубка России. Поехали. Итак, финал Кубка России. Краснодар против Зенита. Интереснейший матч, действительно. Зенит два года не становился чемпионом России. И обладателем Кубка. Всегда только вот. Четыре года подряд становился обладателем чемпионата России. Вот Кубок России. Они выиграли свой первый сезон при тренерстве Роберто Карлоса. Ну, вот посмотрим, как сейчас сыграет Зенит. В прошлом году они дошли до полуфинала, где проиграли московскому локомотиву. Ну, вот, смотрим. На первых же минутах 1-0. Джастин Кливерт забивает в финале Кубка России. Уже на 10-й минуте Зенит выходит вперед. Замечательно. И Холланд делает счет 2-0. 36-я минута. Зенит уверенно переигрывает Краснодару. Но все так же, кстати, у нас и было и в Краснодаре. Мы 2-0 их обыгрывали. Потом Краснодар камбэкнул. Два мяча смогли отыграть. И все-таки 2-1. Пошел, похоже, этот камбэк. 50-я минута. Забивает Маркус Берг. И 2-2. 87-я минута. Все прям так же, как в Краснодаре. Здесь еще и, если я не ошибаюсь, Газинский забил. Хотя я могу ошибаться. Вдруг он уже карьеру там закончил. И кто-то другой. Нет, Газинский. Все правильно. Снова 2-2. Снова мы так же играем с Краснодаром. И снова этот камбэк пошел от Краснодара. И вот хороший момент. 3-2. Холланд вырывает победу на 90-й минуте. Замечательная игра Зенита. Довели все-таки до Вернова. И Холланд в пустые ворота уже замкнул. И забивает дубль в финале Кубка России. И 4-2. Жезус побежал в хорошую контратаку. И на последних минутах уже просто последний гол. Вот аккуратненько. Как в лунку в гольфе забивает. 97-я минута. 4-2. Зенит дожимает Краснодар. И забивает снова два вот таких вот безответных мяча. 4-2. Зенит разгромил своими голами. Особенно в концовке. Очень обидно. Для Краснодара очень хорошо. Они сыграли сегодня. Очень классный соперник. Два последних матча они нам забили. По два мяча в каждой игре. Тем более проигрывая 2-0. То есть Краснодар хороший характер имеет. Вот. У них и два удара в створу кстати было. Поэтому. Холланд 7-5 оценку получает. Все-таки забил дубль. Ну и все. 4-2. Вот такой вот у нас путь был. Обыграли Тульский Арсенал. Обыграли Уфу. И обыграли Московский Спартак. У Краснодара был 4-0. Обыграли Сочи. 3-1 обыграли Тамбов. И 4-2. Они обыграли Локомотив. Итак. Лучший игрок турнира Russia Cup. Это Джастин Клюверт. Замечательно. Он вроде и забил первый гол. Зенита в финале. Ну и вот. Для нас это второй трофей. Кубок России. Замечательно. Ну. А сейчас у нас домашняя игра. Против Химок. Которые идут ниже 10-й строчки. Мы в любом случае выйдем вторым составом. Потому что дальше у нас через неделю финал Лиги Чемпионов. И все. Вот таким составом мы выходим против Химок. Играем дома. Последняя игра. Финальная. В чемпионате России. Так что должны порадовать болельщиков. Итак. Газпром-арена. Зенит против Химок. Российская премьер-лига. Матч. Так сказать. Репетиция Зенита перед финалом Лиги Чемпионов. Поехали. И Асимьян забивает. Восьмая минута. Отличный гол головой. И очередной гол нашего нападающего. И все. Финальный сесток. Минимальная домашняя победа Зенита над Химками. Благодаря единственному забитому мячу Асимьяна. В начале матча мы одерживаем победу. Ну и осенний игрок матча. И все. ЦСКА обыграли Уфу. Где Спартак. Спартак обыграл Ахмат. Но это все равно ничего не меняет. ЦСКА на второй строчке. Спартак идет на третье. Минимальное у них отставание до серебряных медалей. У нас лидерство в 14 очков. Мы ни разу никому не проиграли в чемпионате России. Но все-таки все равно. Семь раз сыграли в ничью. Та же Уфа, которая идет на 16 строчке, три раза. Это минимум, который достигали команды как Уфа, как Химки, как Рубин. Поэтому очень много раз играли мы в ничью. Забили больше всех. 61 мяч. ЦСКА были близки к нам. Мы единственные, кстати, две команды с ними. Я так быстренько сейчас пробегусь. Которые забили плюс 50 мячей за сезон. Ну и всего лишь 10 мячей мы пропустили. То есть очень хорошая статистика. В сборную сезона попал Асимьен и Габриэль Жезус из «Зенита». Ну это всегда у нас практически так. Очень редко там защитники. У нас вообще вроде не было ни разу защитников. Вратарей. Вот только вот пара нападающих. Итак, уже четвертый наш трофей. Четвертый год подряд мы становимся чемпионами России. Замечательно. Ну и будем двигаться сейчас к финалу Лиги Чемпионов. Что вы скажете своим футболистам? Ну, получайте удовольствие от игры. Мы четвертый год к этому идем. Два раза. Второй раз, так сказать, уже попадаем за 4 года в финал. Против ПСЖ проиграли в конце. Поэтому я надеюсь, что у нас сейчас все получится. Так. Ну и, кстати, не мере. Это будет Пикфорд на воротах. Ну и, кстати, смотрите по составу. У них на вас. У них Вилмар Бариос. Наш бывший игрок. То есть, вот так вот дошел тоже, можно сказать, до финала. Дэви Санчес, Алдервельт, Дохерти, Бариос на Домбеле, Бергуэйн, Бруно Фернандеш, Лукас Моура и Бэрроу в нападении. Ну и все, вроде мы никого больше не продавали из Тоттенхэма. Точнее, мы в Тоттенхэм никого больше не продавали. Только вот Бариоса мы видим. Ну и все, у меня вроде никого нету из Тоттенхэма. Вот правда, вот сейчас бы не вспомнил. Вроде никого я не покупал. Поэтому давайте начинать. Финал Лиги Чемпионов Зенит против Тоттенхэма. Поехали. Итак, Allianz Stadium мы в Турине на стадионе Ювентуса. Надеюсь, стадион это нам как-то поможет. Потому что здесь я провел 4 года в стримовой карьере с подписчиками в Pro Evolution Soccer 21. Надеюсь, этот стадион мне на самом деле стал как родным. Так, ну и Комара у нас еще желтую карточку получает за этот момент. Ну нет, ну вы серьезно, вот такая шляпа залетает. Что из розыгрыша такого хренового, а? Ну 1-0. Лукас Моуэра выводит Тоттенхэм вперед. И Габи Жезу сравнивает. Отлично, 1-1. Это наш первый гол в финале Лиги Чемпионов. И именно забил Габриэль Жезу. 2 года назад против PSG мы так и не забили ни одного мяча. Но вот здесь все-таки получается. 1-1. И Зенит сравнивает счет. И все, финальный сесток. Мы переходим в дополнительное время. У меня очень плохие, конечно, воспоминания с дополнительным временем. В прошлом сезоне мы проиграли в дополнительное время Баварии. Два мяча от них пропустили. Ну вот, постараемся. Замечательная потеря мяча, конечно. Постараемся обыграть Тоттенхэм. Ну и все, друзья. Как бы голливудски это ни выглядело, но последний наш сезон и последний, в принципе, ролик по Pro Evolution Soccer 21 будет именно в финале Лиги Чемпионов и в серии пенальти. Ну и посмотрите. У Тоттенхэма 1 всего лишь удар был в створ. И он оказался голливым. У нас 1 с удара, 8 в створ. Будет серия пенальти. Я надеюсь, что у нас все получится. У них у всех пенальтистов красные. Просто у нас есть 3 хороших. Это Малком, Холланд и Жезус. Поэтому я постараюсь сделать все, что в моих силах. Даже Гоус уже сорвал, конечно. Ну и Клюверт. У него 74. Показать надо просто мощно забить и все. Отлично, 1-0. На вас еще есть капитанская повязка. Мы его переиграли. Замечательно. Так, к мячу подходит Альфатах. И Пикфорд еще против английского клуба в финале. Развел и под перекладину самую девятку забивает. Так, ну и вот пошел наш капитан. Малком. Отлично, развел тоже. 2-1. Выходим вперед. Так, Бергуэйн. И тоже разводит. 2-2. К мячу подходит Эрлинг Холланд. Разводит. 3-2. Отлично отыграл норвежец. У мяча Лукас Моуров. Он забивал сегодня нам уже. И снова в этот же угол. И 3-3. Мы хоть меняем углы, но... Тоттенхэм бьет все в один. Так. Габриэль Жезус. Уже голос здесь и не сорвал. И отбивает на вас. Но нет, только не сейчас. Только не сейчас. Дели Али подходит к мячу. И забивает четвертый. 4-4 подряд от Тоттенхэма. И сейчас все решится. Если Зенит не забивает. К мячу подходит, кстати, Маркиниус. То все. Маркиниус был куплен именно с тем духом ПСЖ. 1. Есть. 4-4. Сейчас все зависит от Пикфорда. От Бариуса. Еще серьезный Бариус будет бить финальный удар. Ну нет. Ну это прям, ну нет. Нет. Все-таки Бариус забивает. И Бариус забил своей бывшей команде. В финале Лиги Чемпионов мы не выигрываем. По пенальти. Ну это очень обидно, конечно. Но мы проиграем Тоттенхэму, бестрофейной, самой топовой команде в Европе в 20 веке. В 21, да, извиняюсь. Не в 20, а в 21. Но очень обидно. Значит, не такой еще состав, чтобы выигрывать Лигу Чемпионов за 4 года. Ну вот немножечко не повезло. Немножечко где-то с этого, опять же, штрафного, который единственный свой момент Тоттенхэм реализовал, очень обидно. Так, Пикфорда хотят купить теперь после финала Лиги Чемпионов в Германию. Ливеркузинский Байер предлагает. Нам предлагают работать в Интере. Паласиус и Асимьен попали в сборную месяца. Так, Зенит теперь, кстати, занимает второе место в рейтинге клумбов. Да нам-то что, действительно. Какое место занимает Зенит на первом Барселона? Тоттенхэм шел вообще на восьмой. Ну, как-то так. Итак, переговоры по моей команде. Здесь еще и Дрюси замечательно. Давайте мы сразу его и продадим. Надеюсь, мы успеем найти ему замену в Ливеркузинский Байер. Аргентинцы мы продаем. Постараемся за 13 900. Но так мы все до сих пор форвард к себе найти и не можем. Мокобарам нам предлагает еще работать в их клубе. Ну и также Зенит прислал очередной контракт. Ну, будем продлевать. Может быть, как-нибудь так на досуге. Сам поиграю за Зенит. Почему бы и нет. Ну и играем против Олдбойсов. New Old Boys. The Old Boys 2.0 их обыграли. Там Рамос я видел, карьеру закончил. Ну, вот как-то так. Холланд теперь у нас Загаубийца. Не знаю, почему такое прозвище получил. Ну и у нас все. Переход только в следующий сезон остался. Давайте быстренько пробежимся по всем турнирам, в которых участвовали. Понятно, что выиграл Тоттенхам. Лучшим бомбардиром стал Ливандовский. Наша семья на третьей строчке 8 забитых мячей. Лучшим ассистентом стал Габриэль Жезус. 6 голевых передач. Лигу Европы выиграл Милан. Обыграв в финале Манчестер-Сити 3-1. Лучшим бомбардиром в российской премьер-лиге стал все-таки Асимьен. 17 забитых мячей. Лучшим ассистентом стал Миранчук. 13 голевых передач. Ну и Асимьен тоже 10 отдал. Индивидуальные титулы. Лучший игрок сезона Жезус. Бомбардир Асимьен. Ассистент Миранчук. Роберто Карлос. Лучший главный тренер. Ну и сборную сезона вы уже видели. Лучшим бомбардиром Кубка России стал Джастин Клюверт. 3 гола он забил. Лучшим ассистентом стал Баринов. 3 голевые передачи. Холланд отдал 2. И Жезус тоже у нас вот 2. Индивидуальные титулы. Лучший игрок Клюверт. Лучший бомбардир Клюверт. Баринов лучший ассистент. Ну и сборная турнира. Клюверт в нападении. Валверде в полузащите. И вот Альфонсо Дэвис в защите. То есть вот так вот более-менее нормально рассортировали наших всех игроков на каждую линию команды. Ну и все на этом. Ребят, всем спасибо большое за то, что были по ходу этого сезона. Смотрели все 4 сезона карьеры за Зенит. Обидно, что так и не получилось в конце все-таки дожать. Ну и все-таки, значит, плохая у нас была трансферная политика, что мы все-таки продали Виллу Марабариуса в Тоттенхэм. И именно он бил пятый финальный решающий удар и забил. Поэтому как-то так. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Этожид. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok